О чём? Да, вот у меня такая ситуация, что я сейчас в прикрете, у меня двое маленьких детей, мне абсолютно ничего не хочется делать, и я это свожу на то, что, может быть, у меня такое чувство, будто я делаю то, что должна делать, а не то, что я хочу, и тут не в том смысле, что там как-то за детьми ухаживать, просто будто я погружаюсь, вот ребёнок, например, закричал, я сразу бегу, делаю, я понимаю, что я этого не хочу делать, вот именно сразу вот, вот у меня кроме детей нету ничего, вот хочется развивать своё что-то, ну хотя бы свои интересы в этом смысле. Ты совсем без помощи? Ну у меня есть помощь, мне свекровь помогает, муж. Насколько они вам действительно помогают, насколько они восхищаются, какая вы хорошая мама, чтобы они дарят вам какие-то удовольствия, освобождают вам время, чтобы вы отдохнулись, чтобы было чувство причастности и благодарности за то, что вы такая замечательная мама-производка. Ну честно, мы же с вами честно разговаривали. Он говорит о том, что слишком много на вас навалилось, вы это всё пытаетесь сделать, а обратной связи нет, детки ещё не могут, только если улыбка, а взрослые, которые вас окружают, ну, наверное, по-разному. Ну да, ну, я думаю, мне достаточно помогает вот и свекровь, и муж, может быть, я просто, вот второе ещё, это обесценивание, может быть, я всё просто обесцениваю, их помощь, будто я её не замечаю, потому что если я вот так объективно смотрю, мне очень много помогают, и тоже я тоже занимаюсь, успеваюсь, я сейчас учусь, тоже успеваю всё, но я думаю, вот я обесцениваю всё это, и это забирает всю энергию, которая накапливается. Хорошо, давайте в другую сторону сходим. Какой образ, какая мечта, то, как вы представляли замужество или жизнь замужем за мужчиной, и насколько она у вас не сошлась? То есть ваше представление до момента, ну, как это называется, цветочный, букетный цветочный период, разговоры, ваши мечты, ваши представления, ваши ожидания, и на сегодняшний момент суровая действительность, которая вас, судя по всему, не очень устраивает. Не той жизни вы хотели, а как вы хотели. Ну, в общем, меня всё очень устраивает. Вот просто я думала, что материнство, я просто, ну, я вот так смотрю на другие примеры, и... Нет, мы сейчас с вами о вас самой расскажем. Да. Ну, я вот... Да, вот мне хотелось бы как-то вот чувство, что моя жизнь, она мне принадлежит, а не что кто-то может, даже если это дети, как-то влиять, или то, что я не допускала, то, что влияет на жизнь. Вот делает то, что... Принадлежит вам жизнь, это что такое? Ну, как это выглядит, вот, конкретно? Вот вы говорите, вот сейчас моя жизнь не принадлежит. Это наличие двух детей, наличие двух взрослых людей, которым здорово помогают, да? А положенности этого, когда ваша жизнь принадлежит вам, как это выглядит? Да, я сейчас подумаю. То, что я организовываю, то, что от моей... Ну, вот я беру инициативу в свои руки и делаю, вот просто организовываю. Допустим, я хочу куда-то съездить. Я вне зависимости от наличия детей или неналичия детей, просто это делаю. Но у меня как-то вот не доходит до того, что я что-то организовываю и сама вот выполняю то, что я хотела. Ну, проще сказать, вы просто живете в голове. Да, может быть, да, это... Образ, 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 давайте с этим разбираться. Да. Вот какой он в голове. Вот день начался. И у вас в голове есть какие-то мысли, какие-то представления, как он должен быть. Как вы это организовываете. Во-первых, что организовываете. Во-вторых, каким способом организовываете. Кто вам подчиняется, кто вам не очень подчиняется. В принципе, какая обратная связь от ваших мыслей у ваших в голове. По отношению к тем людям, которые там участвуют. То есть, ваша жизнь в голове первостепенная. Когда он приходится на нашу эту бренную землю опускаться, вас это все не устраивает. Потому что никто не организовывается. То есть, не все в курсе событий ваших мыслей. Никто не думает, как там что-то должно быть. Значит, мы отсюда с вами можем сделать очень конкретный вывод. Вы никогда не проговариваете своих мыслей. То есть, они нравятся. И сама обиделась. Окружение не в курсе событий. И когда кричит ребёнок, а вы в своих иллюзиях где-то там видаете, то это раздражает. Тогда ещё раз. Как должна выглядеть ваша жизнь? Ну, мне бы вот хотелось, да, говорить то, что я вот хочу. Я думаю, у меня есть свои мысли. У меня как-то вот трудно, будто существует некий барьер. Хотя мой муж очень внимательный. Он даже хочет, чтобы я говорила. Но существует. Или даже вот к детям, да. Что меня тормозит как-то. Ну, страх, что меня не услышат, например. Что я скажу, и меня всё равно не услышат. И я думаю, а зачем тогда говорить, если всё равно не услышат. Хотя опыт показывает, что муж меня слышит. Хорошо. Значит, вы обрели этот стереотип. Такую внутреннюю, нерешённую задачу из собственного детства. То есть, из вашей семьи. Скажите мне, пожалуйста, кто вас в семье не слышал? Папа, мама, брат, старший, старшая сестра, тётя, дядя, бабушка, дедушка? Ну, я думаю, вот родители. Да, оба родителя. Как это получилось? Ну, я хотела, например, что-то сказать. Рассказать с мамой, поделиться. Или с папой. Родители просто... Ну, мой папа, например, иногда насмехался. Или говорил, что ты глупая. Что ты такое рассказываешь. Мама, например, у неё не было времени иногда. Или там свои какие-то дела. Кто был главный в вашей семье, когда вы были мать? Главный для меня или, в общем, в семье? В семье. Кто принимал решения и кто имел безапелляционную власть над всем происходящим? Ну, я думаю, папа. А теперь папа у нас какой? Насколько он вообще с мамой хороших отношений был? Ну, когда я вот росла, у меня очень были отношения. Значит, у нас получается так, что для вас папа в бессознательном вашем это какой-то такой суровый мужчина. Суровый. Застучивая, что его практически невозможно. А вы у меня начинаете папу сурового отыгрывать, когда никто не догадывается, какие у вас прекрасные мысли в голове. То есть вы делаете то же самое, когда у вас папа обесценен и не интересовался тем, чем вы заняты и как бы хотите проявить себя при помощи слова, то есть поделиться, да? Значит, вы сейчас ходите как папа, абсолютно всем недовольная, ничего не желающая делать, а жаждущая подчинения. Так получается. Да. Тогда смотрим дальше на папу. Насколько папа успешен? Насколько папа перспективен? Насколько папа здоров? То есть я сейчас объясню, к чему я это веду, да? Когда мы одеваем на себя чужую роль, то есть чужую форму жизни, чужую модель жизни, мы берем все полностью. Болячки, успех, неуспех, замысел, умысел, раздражение, любовь, чувство уважения, или наоборот абьюзовство, да? И последствия все, то есть негатив или позитив. Ну плюс или минус условно. Значит, вы сейчас в своей среде, а женщина, хотите вы того или не хотите, вы молодая и красивая женщина, вы своим недовольством, нежеланием что-то делать, вы создаете вокруг себя, ну, такую токсичную среду. Вот, да, я тоже так чувствую. Я это прямо чувствую, что вместо созидания я просто разрушаю, хотя при этом мой муж, он, ну, правда, очень хороший, и тоже, даже несмотря на то, что я разрушаю, он старается вот как-то нейтрально к этому, не зацепляться от этого. Вот это тоже такой пункт, который я хочу как-то поработать над этим, чтобы не разрушать, а созидать наоборот. Хорошо. Тогда папа что-то разрушал. Как вы его помните? Какими вы его помните? Ну вот, а, ну если вот, да, ну, например, каким-то, ну, через какие-то унижения, там, шуточки оскорбительные, ну, я, по крайней мере, помню, я разрушалась, я очень это близко к сердцу принимала, я хотела поделиться, или просто что-то абсолютно нейтральное сказала, и папа, например, насмехался надо мной. Значит, унижение другого человека, то есть превращение его в предмет, который можно просто оскорблять, унижать, обесценивать, папе давало весловутую власть и удовольствие. Теперь смотрим, насколько папа ваш реализован в социуме, как мужчина, который чего-то достигает, чему-то обучается и имеет перспективу. За что этого человека уважают? Насколько он там успешен? Ну, не знаю, ну, папа работает, его признают за тот труд, который он несет, за его качество выполнения работы. Значит, получается, что папа желает, чтобы какое-то сопровождение, его желание было более религиозным, да? Значит, он находится в подчинении, правда? Ну, у меня всегда было такое чувство, да, что у папы есть такое, что он хочет всех под себя подчинить, да. А его не очень слышат. А что, простите? Он не очень слышат. Ну, то есть он... Ну, да. Значит, вы первое, что сказали, что я вот учусь, мне все не нравится, значит, вы лелеете в голове своей образ, который бы лилизовать хотели по жизни. Он каков? То есть ваша мама, находящаяся в отношении папы, в какой позиции? Моя мама, ну, она подчинялась папе. Насколько вам это нравится? Нравится? Насколько? Насколько вас это устраивало? Ну, нравилось, как вы? Возмущались? Да, меня это очень возмущало. Я думала, что почему мама это делает? Мне не нравилось, да, смотреть на это. Значит, вы выбрали себе спокойного мужчину, чтобы его иметь на нем. Ну, чтобы папы не было рядом. Значит, мы берем ровную противоположную. Мы одеваем папу и начинаем быть постоянно чем-то недовольным. Ну, я не специально же, прям хочу быть недовольной, наоборот. Вы про то, что унижение, то есть невнимание, постоянное внутреннее напряжение, которое вы испытывали в детстве, в подростковом возрасте, породило вас определенное какое-то такое внутреннее, бессознательное решение. Такое, как папа мне не нужен, нужен ровная противоположность. Вы нашли такого? Да, я иногда думала, что все, но только не как папа. Значит, вы нашли себе формального мужчину, давайте посмотрим на вашего супруга. Насколько он реализован в социуме? Насколько он успешен? Насколько он перспективен? И насколько ему нравится то взаимодействие, которое он сам для себя организовывает во внешнем пространстве, то есть вне семьи, на работе? Ну, прям все очень хорошо, да. Ну, если взять по шкале, тогда это вот на хорошем пути к высокой, он реализуется, да, в социуме, ему это важно. Да. И вы теперь начинаете бояться, что это выйдет из-под вашего конкурса? Ну, может быть. Значит, вы его сейчас дрессируете, чтобы он галстук надел, цветы и в зубах принес, денег принес и отполз. Вы без конца им недовольны. Ну, вот недовольствие, оно есть, какое-то недовольствие и в общем такое по жизни чувство, что мне нужно контролировать что-то. И что если я не буду это контролировать, тогда, ну, какая-то неуверенность, что ли, или... Что напоминает этот контроль? Как вы это делаете? Ну, я всё это время стараюсь как-то думать о чём-то. Не живу под чувствами, а вот думаю, думаю, как это предотвратить, там, как это сделать. Очень много думаю. Эти места контролировать. Опять возвращаемся к тому, что вы ничего не делаете. А если всё-таки с вами изменить модель поведения? Если научиться завести традицию в семье, когда вы приходите, вернее, муж уходит домой, вы там условно что-то приготовили покушать, и вы начинаете с супругом разговаривать. Я понимаю, что, по-первых, это будет непросто. Но привычка, имеющая место быть со временем, наработается, и вы услышите и увидите, что ваш супруг к вам очень хорошо относится. И тогда папина модель вот этого токсичного человека, который сам не особо удовлетворён своей жизнью и желающий подавить всех, чтобы не было ни у кого реализации выше, лучше и качественнее, чем у него, и создаёт токсичную среду, которая всем некомфортна. То есть порабощает людей, а потом же ими недоволен, так как они не оправдали его ожидания. То есть вы недостаточно хороши, мама ваша, его супруга тоже недостаточно хороши. Понимаете, о чём я говорю? Да, понимаю. Сейчас как папа живёт? Ну, я думаю, просто как модель поведения, не знаю, ну, мне это как-то трудно сказать, но я думаю, что-то изменилось, ну, а принцип, вот как структура, да, она ещё, ну, никуда не исчезла. Ну, и так. Папа конкретнее. Он живёт с вашей мамой? Живёт. Как маме хорошо? Ну, я думаю, маме не очень хорошо. Вот именно вот в той, ну, так как они живут, да, вот в взаимоотношениях, именно из-за такого токсичного отношения. вы идёте по той же кофе? То есть вы добиваетесь того, чтобы рядом находиться с вами, человеку было некомфортно? Ну, по факту, да, я это делаю, но я это хочу изменить. хорошо, назовите мне три-четыре качества вашего супруга, вашей свекрови, за которые вы их действительно уважаете и обязательно оценили бы, если не боялись апотекции. эм, ну, да. Я целью в муже то, что он заботливый, целеустремлённый, эм, помогает и умеет слушать. Слушать или слушать? А слышать, да. эм, да, вот свекрови, то, что она, эм, мне сказать, достоинство или то, что я ценю? А это разно? Ну, я не знаю, то, что я ценю, это более как моё личное, не знаю, мне как-то проще рассказать то, что я ценю. А это не достоинство в чём? Ну, наверное, да, достоинство, да, тоже. Ну, я вот ценю то, что она понимает моё положение, помогает мне, поддерживает меня, даже если вот как-то как раз-косрочно попрошу, она мне помогает. То, что она заботится, тоже, ну, а то, что я ценю, счёт, то, что она не вмешивается, как-то не говорит, если, как-то дополнительно, чрезмерно, просто знаю, другие случаи, ну, вот, мне нравится, какие у нас своими отношения. А вас. И о вашем уважении к вашей статаре. Почему всё время свяжет? У кого лучше, чем у вас? Да. да, да, я ещё очень ценю то, что ну, в общем, я ценю то, что она воспитала такого сына, и я её, в общем, уважаю просто из-за того, что она, что это мама моего мужа. А почему вас это раздражает? А что раздражает? Что он такой хороший, а вы короткий. Почему так раздражает? Ну, то есть, ваше сопротивление, нежелание, что-то делать, это говорит о раздражении. То есть, правила, традиции семьи вашего супруга вами не принимаются. Значит, вы хотите воспроизвести в вашей семье традиции вашей семьи. А теперь скажите, пожалуйста, а ваша мама часто вам помогает? Ну, моя мама, да, тоже помогает. А почему маму так сильно обестреливаться? Если бы я не спросила, на веру, не сказать. То есть, это само выразумевший? Мама. у меня вот раньше было, я когда-то, ну, то, что у меня как-то это неприязнь к маме. Ну, то, что как-то, не знаю, я её, что ли, я её считала раньше слабой, и, ну, то, что мама моя, дескать, мне нечто не додала как-то, я как-то обижалась на это. Кто не додала? Ну-ка, давайте, Юлия, в эту сторону сходи. Ну, любви, поддержки, внимания. Как это должно было выглядеть, как это, чтобы вы поняли, что мама вам додала? Ну, я это когда-то разбирала, у меня сейчас на данный момент уже нету обиды, никакого, и тоже к родителям в общем нету. Я не знаю, с мамой у меня хорошее отношение сейчас. Как вы быстро слились, Юлия, с данного вопроса. Что-то там заноза есть. Ну, то есть, ваше неуважение к маме присутствует точно так же, как и у папы её супруг не может. Ну, она просто должна. Ну, нет, я так не думаю. А как, ты же, у меня, у меня есть такое, что я думаю, что мне все люди должны что-то. Это список, пожалуйста, звучит, что мы тут вам все задолжали. Не, ну, не знаю, у меня такое мировоззрение, что я это недавно отследила у себя, что я считаю, что все мне люди должны что-то. у нас есть предметы, у нас есть эмоции и у нас есть знания. Вы должны, например, муж меня должен как-то любить, со мной общаться, там, как-то развлекать, думать о том, что я хочу или куда-то там поехать, да, то, что мне должны помогать, вот что, например, свекровь должна помогать, мама должна помогать. У меня очень такое эгоистичное отношение к людям, что все мне должны, а я при этом ничего не должна. Ну, я так не думаю, ну, это просто как-то вот проявляется именно в моих проявлениях. У меня прям, ну, такой фокус внимания на себя, что, да, это вообще случайно, что я это увидела как-то. я всегда что-то ожидаю от других, я, вот моя мама мне, например, там звонит или с рукой что-то говорит, и я это воспринимаю как должное, что, типа, да, вы мне должны. Индочка, насколько вы счастливы? Как вы видите в вашем образе понимания или внести? Но меня, так как меня это разрушает вот вся программа, я чувствую себя не очень счастливой. Смотрите, парадонска, давайте вернемся к нашим телесным ощущениям. Вы очень хотите пить. И нужно пройти какой-то промежуток пути для того, чтобы копиться, да? Значит, согласно модели вы будете сидеть ножками сучить и не встанете и не дойдете до стакана слабости. Кто вас так сильно унижал и кто вас так сильно эмоционально унижал? Ну, ну вот, папа. По-моему, моя мама даже меня так прям как оскорблять не оскорбляла, а просто со стороны мамы это более дефицит внимания. А вот папа, именно я помню конкретно прям унижал. Может быть, даже не со зла, может быть, это его просто мировоззрение какое-то, но просто как факт, что я всегда в очереди об это ранилась. Что вы складываете в слово мировоззрение? Вы им так хорошо это выруете? Что это в вашем понимании? Ну, какой смысл? В этом для вас? Я думаю, вот как человек, через какую призму человек смотрит на меру. Папа, через какую призму собственностью? И вообще четыре. А, каких-то терминов, я не знаю, но просто может быть, через призму. через призму его каких-то детских травм может быть. То есть, через подавление. И так долго вас подавлял папа, мама, судя по всему, не защищала и не пыталась стать надуванием, чтобы папа к вам так плохо не относился. Значит, получается, у мамы было тоже какие-то деньги с папой. Ну, да. А где у мамы? где вы маму отыгрываете по отношению к своим детям? То есть, не даете внимания? Чем-то все время дам? Ну, нет. Я стараюсь уделять большую часть детям. Ну, и в общем. Вы тоже говорите, что это надо. А мы говорим с вами о вашем желании. Я хочу детям. Я хочу детям. Хотите мучить между этими вещами плохо. Давайте так. Значит, вы у себя в памяти записали, что мама выполняла какие-то обязательства перед вами, но без должного любви, чувства, активности, да, вот какого-то такого общего к вам очень чистого и хорошего заботливого отношения. ну, вы же откуда это взяли? Вы же где-то это научились. В следующем вы рассказываете о том, что вам так хочется быть ласковой, нежной, замечательной, любящей, оказывающей внимание. Вот так хочется. Это внутренняя потребность. Естественная человеческая потребность по отношению как в себе, так и в другом мире. Тем более материнский инстинкт, он самый сильный, самый классный, самый замечательный. Но вы его подавляете в чужой модель поедине. Ну да, я вот подавляю что-то. У меня такое чувство, будто я играю в толь какую-то. Какой? короче, какой-то персонаж в течение. Ну, я вот хочу детям искренне как-то уделять внимание, вот искренне сколько захочется, но так как я вот уже два с половиной года в декрете, и у меня такое чувство, что я должна что-то делать. А ваши детства двоих деток сразу это ваши решения? Ну да. А на чем она у нас? Ну, первого ребенка мы просто так хотим, у нас на свои ценности я всегда хотела, ну, ценности жизненные, в смысле, мне хотелось всегда детей иметь. А может быть, это не совсем, я вот так думаю уже, может быть, это не совсем как-то ну, мое желание было, просто потому что так надо. Подождите, Юля, чью жизнь вы так здорово подходитесь? Под жизнь каких-то людей просто посторонних, даже не конкретного человека, а в общем, как, не знаю, установка или фокус внимания, вот мне нужно всегда вот смотреть на других, или я смотрю, сравниваю, думаю, ой, у меня не так, как у других. Вот я просто хочу спокойную жизнь в том смысле, что просто наслаждаться, вот в декрете быть, я хочу этим заниматься. что-то меня останавливает, что-то подождите, так, плавать вот так в размытой водичке, что конкретно? Ну, я думаю, я переживаю о том, что просто посторонние люди скажут, мои родственники, родители, что, типа, я не работаю, я должна работать, и чьи, зачем? Чьи слова сейчас скажут? Ну, это слова, например, вот, мать бабушек, они это говорят. Потом, в общем, общество говорят, что женщина должна быть, что-то ничего должен, все это все случилось. И наоборот, сейчас в обществе декларируется история, что женщин работать не нужно, и она должна быть домохозяйкой, собственно говоря, подчиняться своему супругу и даже не жить. Сейчас такая тенденция моды в обществе. То есть мужчина все должен. Вы так красиво переворачиваете, то есть у вас не происходит конечного выбора и принятия решения все-таки собственной жизни. Хорошо, давайте с другую сторону зайдем. Как вам комфортно было? Как бы комфортно? Ну, находиться в декрете вот на данный момент, я не категорически против реализации, просто против реализации, активной именно во время декрета. Что здесь декрета? Конечный какой-то отрезок небольшой вашей жизни. А я говорю о том, вы представьте, что вот сейчас в вашей руке волшебная палочка. И вот вы взмахнув этой палочкой, можете сейчас воспроизвести образ комфорта, который на ваш взгляд это самое лучшее положение какое-нибудь соприк. И оно будет абсолютно вывыкровать. Как это будет? Ну, то, что вот слышу свои желания и просто, ну, например, мне нравится заниматься спортом, играть на музыкальном инструменте, там, петь. и вот это вот все, что я хочу делать, просто делать. Я думаю, вот этого мне не хватает, что я много чего хочу делать, но я это не делаю, потому что я думаю, что это недостойно. Подожди, с спортом, давайте возьмем месяц в вашу жизни, таких комфортных условий. Вот расскажите мне, чем было месяц? я бы продолжила учебу, или в каком смысле? Вот в таком, вот вам месяц вашей жизни, все, что вы можете себе позволить, вы в течение этого месяца делаете, чем вы это делаете? учиться, регулярно заниматься спортом, гулять, читать, потом регулярно играть на музыкальном инструменте, общаться с другими людьми, ну, узнавать что-то новое, посещать какие-то мероприятия, люди. Значит, у нас Юлия подросток, которая выходит в люди, гуляет, развлекается и возвращается на исходную, где кто-то устроил обеспечение, уборку, принос продуктов, вещей, ну, все, как-то это делает кто-то. А, ну, я, ну, не, я это же сейчас делаю тоже. Подождите, мы за разговор с вами вели в чем разница. Мы с вами вели о том, что вы месяц можете делать то, что вы хотите. Вот вы хотите развлекаться, общаться, чему-то учиться, чем-то заниматься, но даже не озвучили, куда вы возвращаетесь и с кем. То есть вам нужно слушать, вам нужно спать, да, вот эта вот задачка наша выживать, она как-то у вас вытеснена, это как-то должно само-то сегодня. Вот в течение месяца вы погуляли, спортом позанимались, на музыкальном инструменте поиграли, с друзьями пообщались, еще куда-то там сходили, следующий месяц начинается, дальше что-то. кто эту жизнь вам должен обеспечить? Самое главное вопрос. Ну, я сама. Как? Когда вы это все выяснили, Владимир? Где время? Ну, на первом месте обеспечить саму себя и, допустим, ну да, тогда, конечно, в первую очередь думать о том, как обеспечить себя. Подожди, вы слышите разное? В вашей голове присутствует праздный образ жизни. То есть, ну, подростков лет до 14-15, которые не особо заморачиваются, главное выскочить из семейного, из этого квартирного пространства, где-то погулять в удовольствии и потом каким-то способом туда вернется. Во взрослую жизнь вы не особо хотите. Как-то она у вас получилась, потому что вот как-то случились двое детей и они теперь раздражают вас на тему, что вы из этого пространства выскочить не можете. А у меня теперь очень конфетный вопрос. А вы мама и вы как? Вы все-таки мама? Да. Да. Ну да, я мама. То есть вы в жертвенной позиции по отношению к себе сама? Ну, вы жертвуете собой по благо своему беду? Вы же мученица? Ну, да, я думаю, я не в совсем взрослой позиции. Вот взять и организовать свой быт так, как я хочу, или даже не быт, а просто жизнью. Так надо же понимать, как хочу. Вы же только самой себе ответите, как вы хотите. Вы хотите развлекаться, общаться, ни за что не отвечать, и довольно что хочется. И когда этот образ, который вы только что озвучили, никогда не выходил из ваших от, он и порождается в это время. То есть вы обязательства, которые взяли на себя рожать детей, за ними ухаживать, выходить замуж, как-то мужа встречать, как-то с ним интерактовать, то есть быть ему интересным, ну, по крайней мере, участвовать в его жизни. Вами это отторгать. Тогда скажите мне ответ на такой вопрос. Вы от папы убегали или от мамы? Ну, я думаю, от папы. Так. Ну, прибежала я к молодому человеку, будущему супругу, прибежала, села, он меня взял, короче, задачку то я выполнила. А теперь все эти ко мне пристают. Ну, да, получается, да, именно так. Ужас! А я задачку то выполнила, а теперь я думала, что буду гулять, развлекаться на музыкальных инструментах, играть, с людьми, с друзьями общаться, а теперь оказывается на каких-то существах идти. Ну, я думаю, вот, ну, у меня вообще-то нет такого, что прям хочу развлекаться, но именно момент, что вот взять ответственность не ну, как-то вот ответственность, да, я думаю, правда, как-то неосознанно убежала или хотелось мне убежать из дома, но не была готова как-то вступить в взрослую жизнь, а вот что с этим делать, потому что я хочу выйти... расслей то есть брать ответственность за своих деток. Как это выглядит? Когда вы перенесли достаточное количество психотрон, то есть боли, которые предпринет вам папа ваш, и когда вы с ним очень не согласны, то человек, неважно какой биологический возраст, более женщина, она принимает решение, что никогда своим детям потому что я знаю сколько боли я перенесла, я знаю, что такое отражение, я знаю, что такое игнор, я знаю, что такое в дальнейшем попадание, я знаю, что такое чувство неносность, ущербность и никчемность. И вы сейчас хотите переповторить, чтобы ваши дети испытали то же самое? Нет. Вдалю себя потеорично. Это и есть ответственность у своего человека. Приживший человек боль, тем более женщина, она никогда не позволит себе по отношению к своим детям и уделить то же самое, потому что она это прожила и знает как. То есть ваша задача сейчас написать, как вы хотите жить. не сама по себе музыкальный инструмент и спорт, пошла-погуляла, ушла, в этом нет ничего какого-то. Это обязательно должно присутствовать в вашей жизни, но оно не должно мешать вашей семье и вашему материне, потому что сейчас вы закладываете основу будущей жизни вашей жизни. То, с чем мы сейчас пытаемся с вами работать. То есть папа с мамой, игнорируя вас, у них тоже какая-то тайная история, кто-то кому-то от кого-то нужно было отбежать. И на сегодняшний момент кто за это отвечает, так и вы. А ребенок это считает как чувство уменьшить. И ваша задача мне переповторить цикл семьи, то есть традицию недовольства и несчастья, то есть страданий от тех иллюзий, что вас тут не понимают. Ваш папа сделал все для того, чтобы вы стали достаточно ответственными человеками. То есть сказали папа, спасибо огромное, у меня будет моя жизнь, у меня будут мои отношения с детьми, а ты справишь так, как ты считаешь нужным. Спасибо тебе огромное голодом. То, что касается мамы, если вы посмотрите грустными глазами, у мамы тоже есть конкретное выделие, почему она находится рядом с таким человеком. И она тоже как-то здорово компенсирует и где-то давит на болевую точку вашего папы и ее супруга. И от этого тоже получает удовольствие. Но это не ваша история. Ваш супруг это ваш супруг и ваши дети. А вот как относиться вот из родственной позиции к супругу. Потому что у нас такая ситуация, что у супруга очень часто претензии, что почему например не убрано, почему там не изготовлено. И это в принципе все претензии по факту они настоящие. Это правда так. Я думаю... Вы ж гадите ему потихонечку. Вы его дрейфируете. Чтобы он вообще никаких... Ну вот папа. Ну да, чтобы не было никаких претензий. А почему это вот так? Ну то, что... Очень боитесь его как претензий. То есть вы с ним боретесь из расчета, он подчинился, чтобы вы главен следующий сын. Но отношения совсем другие. Он просто когда-нибудь может не претензий. Но вот да, я это понимаю. Я даже иногда вот говорю, что сряду прими это так, как есть. Чего хотя посмотрите на его маму, вашу святую. У нее в доме так, как у вас? Ну нет. А почему он должен принимать вашу весну привез к маме, у которой чистая достойная и всегда стойная? Я вот заметила, отследила, что я хочу, например, убираться, но я это категорически не делаю, может, потому что я не в роли взрослого, который... Мне это кажется вообще все неподъемным, очень тяжело с двумя детьми, убираться. Как провоцируете конфликт для того, чтобы вы почувствовали себя страдать? Да, для того, чтобы подтвердить, чтобы муж мне отразил мое чувство, что я недостойна, потому что каждый раз, когда он говорит, и я даже была такая ситуация недавно, что я его спровоцировала на то, что он меня оскорбил, и для того, чтобы подтвердить себе, что да, это правда, что я недостойна. Десять минут назад я у вас спросила, за что вы уважаете, или что в своем супруге вы умеете? Значит, вас загнобили на путь, что вы даже позволить не можете себе нормально жить? Ну, может быть. это ваш выбор. Вот супруг вам предлагает, а вы внутри сопротивляетесь, потому что привычка скандала, агрессии, игнора у вас равняется любовь. То есть вы. Если вы не скандалите, или на вас не наезжают, то вы чувствуете себя ненужной, ничем не в проблеме. То есть любовь в вашем понимании это традиция семьи, где все боятся, все чего-то ожидают, все находятся в напряжении. Ну, нет, у меня любовь это что, ну, приятные чувства с любовью, не то, что просто я провоцирую как-то, вот, чтобы подтвердить себе, это, наверное, просто мое мнение о себе, что я никчемная, там, недостойная, и чтобы муж мне это отразил, потому что на самом деле ко мне не относятся недостойно, он относится ко мне хорошо, а я его провоцирую вот разными это не принимаете, потому что внутреннее содержание этой традиции вашей семьи, то, что вы выучили, декларировали вам совсем обратно, то есть внимание, которое вам оказывал папа, оно было отрицательным, и вы изощрялись по-разному, как же это внимание получить, не важно, ребенку не важно, мне не стоит, важно, чтобы оно было, то есть у вас восприятие работает на то, если вас оскорбляют или вам недовольны, значит вам оказывает умение, это и называется среда обыкновения, то есть комфортность вам некомфортна, и в силу вашей природы, что конфликт как образ жизни, где вы должны защищаться или нападать, имеет место быть, но если вы выходите в люди, то вы там поспокойнее будете, потому что там прилететь может с разных сторон, и вы там такая приемная девушка, и такая нужная жена, и такая моя 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 моя, приходя домой, то есть переповторяете с папой, вы начинаете там создавать неприемлемые ситуации, для того, чтобы ваш сапог был не доволен, то есть переповторяете с кемпром его обыкновения. Но вот что с этим делать? Понимать, что любой ваш конфликт рано или поздно приведет к тому, что ваш супруг, который неприемлемый, у него нет файла каких-то отношений, где-то зацепится, а вы будете иметь право отвечать о том, как ужин, бросил маму из-за жизни, вот это жестовый вопрос. Вот это вывод. Вы хотите всю жизнь страдать, потому что одели чужую иллюзию не нужно? Ну нет, я хочу вот что-то изменить, жить в своей жизни. Ваши дома должны быть улыбки. У вас должно быть улыбка. У вас должна быть улыбка на лице, когда приходит ваш супруг. У вас должны звучать слова благодарности и свекрови, и маме, и дежурь в том числе, за то, что он создает для вас такие комфортные услуги. То есть принять не нужно. Просто еще раз попробуйте сравнить жизнь вашего супруга с мамой в доме и вашу жизнь в вашем доме и найти как в той игре 12 отличий. И вот эти 12 отличий вам нужно искать. Понятно. Ой, да, спасибо, я поняла. А вот то, что слова благодарности, у меня вот, я это будто из себя как-то вытягиваю, я это пока еще не чувствую, я, конечно, стараюсь, мне искренне хочется поблагодарить окружающих, но это более как я вытягиваю рационально, это нормально, что рационально послушайте, когда человек сам ничего не поддает от его лишения, он никогда не поддает то, что поддает другу, но внутренне его низкое понимание заставляет его погрешать другого, чтобы не чувствовать как-то ничего другое, не не а когда вы понимаете и чем-то вы понимаете вы точно знаете сколько вы делали такой и если вам создают условия, то вы учитесь видеть, что ничего в этом мире просто так не было. А почему вот, к чему это ведет, почему вот именно отличия между семьей моего супруга и отношений с мамой и моими и что вот эти отличия над ними нужно работать откуда это берется потому что у меня вот это ну прям совпадает на сто процентов что-то не знаете когда ваш супруг будучи вашим молодым человеком за вами укаживает вы такая была мишка такая все белая тушистка такая все замечательная я все время подачивала подачивала да-да ой мне так нравится да-да-да все хорошо я тебя люблю это ну еще так только по одной причине внутренней вам нужно было найти человека который бы вас взял официально замуж то есть стал между вами и вашим папой то есть защитник как только у вас получилось то есть вы сманипулируете задачку вы решили и силы все отвали что тебе еще надо то есть вы задачу решили на момент замужества в этом родстве а супруг вам показывал какую перспективу он рисует своей семье а вам то перспектива совсем не нужна вы хотели спокойно жить возвращаемся отдыхать почему получится то есть добрать то заполнить ту пустоту которую вам папа не позволил сделать и пошел внутренний конфликт он от вас давай детей давай кушать давай чистоту давай что-нибудь поговорим а вы говорите да подожди у меня портепьяно у меня занятия какие-то у меня субспорт вы когда сказали супруга как субъекта в вашем образе не было он просто должен стать лучшим папой чем предыдущий и организовать вам условия в которых вы бы занимались тем чего вы не добрали в своем юношеском все а тут обязательно ну да но это правда так вот я сейчас думаю это правда так мне хочется вот изменить мне хочется отношения потихоньку создайте среду Юля создайте среду куда захотелось то есть это ваше благодарение на решение вашей задачи и это наоборот начнет давать вам силы на соседание то есть когда вы увидите чистоту всеми когда вы научитесь или будете готовить то что нравится вам вашему другу когда детки будут потихоньку расти и вы увидите что вы это все создали научитесь себя уважать то есть свои усилия оценить как только человек учится что-то создавать что-то преобразовывать и понимает что у него это получается то его фокус внимания начинает замечать что получается у других худож хорошо да а вы ленитесь потому что муж вам не дает возможности заполнить пустоту недобранных эмоций ну да у меня иногда такое ощущение будто мы не на одном уровне а как-то ну муж в роли отца а я как ребенок должна еще как-то оправдываться там говорить что ой это вот такие вот отношения можете повторить не слышно было если вы в течение пяти лет будете провоцировать его на какие-то агрессивные действия то есть нежелание какое-то отрицание да то 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 ни о чем вы разговаривали не о том о чем договаривали через пять лет вы получите попавку вот это понятно то есть вы заставляете его копить пассивную агрессию последнее перышко так не вернули понятно значит мне вот создавать сначала понять чего трудиться коль вы уже вошли в дом женщины в доме должно быть тепло уютно и туда мужчины которые поддерживают это понятно да благодарю вас я поняла тогда трудитесь и все у вас обязательно да хорошо и зачем вам папа да до свидания всего доброго до свидания я Продолжение следует...